МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подробности озвучит моя гостья Виктория Горшкова, заведующая отделом Древнерусского искусства Ярославского художественного музея, заслуженной работнику культуры России. Виктория Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа. Итак, в чем особенность этого образа, в чем его культурно-историческая ценность? Особенность в том, что вопреки ожиданиям, он, оказывается, был вначале написан без плата на фоне. Ведь образ Спаса Нерукотворного – это же легенда, в православной традиции, о том, как царь Авгарь получил от самого Христа изображение лика на платье, который сам Христос к лику приложил. И традиционно образы Спаса Нерукотворного пишутся на платье. Наш Спас был написан изначально не на ткани, не на платье, это просто был лик на фоне. И только позже, в XVII веке, как бы обращаясь к этой традиции, приписали плат. То есть на иконе сосуществует два слоя живописи. Более древний – это лик и поля, и более новый, относительно новый, конечно, XVII века, плат. А насколько интересна сама история создания иконы Спаса Нерукотворного? Вы знаете, историю мы на самом деле не знаем, потому что ведь по сказанию ее обрели уже готовой. Когда, кем она была создана, кто ее перенес в часовню Кирилла Афанасьевского монастыря, мы этого не можем сказать. Мы знаем только, что она уже была как факт обретена, и об этом говорит нам сказание об этой иконе. Сказание существует в двух вариантах. И вот что интересно, оба варианта бытовали в ярославской письменной традиции. Причем один, прям таки была, рукопись в храме, где это все подробно описывалось, а другой в других рукописных созданиях. Но вот что интересно, интересно, как менялось почитание этого образа. Вот, например, в XVIII веке этот образ совершенно определенно связывался с эпидемией чумы XVII века, это 654 года. И считалось, что тогда икона спасла наш город от этой эпидемии. И в XVIII веке ее как спасительницу от эпидемии чумы середина XVII века почитали. Но вот в XIX веке наши историки-кроеведы, они люди очень пытливые были, они нашли тот вариант сказания, где прямо говорилось, что икона явилась в 1612 году. Правда, о Мине не пожарском, и об ополчении в сказании ничего не говорится. Но они как бы додумали, раз май 1612, значит, это то самое время. И уже на протяжении второй половины XIX века и к началу XX, особенно когда ожидали приезд царя Николая Романова с семейством в связи с празднованием 300-летия, вот тогда уже ее всячески, что называется, поднимали на щит, как святыню эпохи смуты. И, нужно сказать, к сожалению, ожидая приезда высочайших особ, ее довольно грубо понавили, о чем нам потом поведали реставраторы, которые с этой иконой работали. — Невероятно любопытные факты. То есть мы как раз-таки немножечко развенчали вот эту историю привычную и рассказали более подробно с исторической точки зрения. — Ну, мы опираемся на документы. — На документы, да. Любопытно. А сколь долго о Спасе ничего не было известно, и, соответственно, насколько неожиданным было его, можно даже так сказать, явление в запасниках Ярославского художественного музея? — Ну вот, к сожалению, это очередная легенда. Дело в том, что то, что эта икона происходит из церкви Спасо-Пробоинской, мы знали. И она ведь опубликована еще в каталоге очень далекого 1964 года, где прямо сказано, что она оттуда. В следующем каталоге, 2002 года, она опять опубликована, и опять написано, что она из Спасо-Пробоинской церкви. То есть мы знали про нее. Речь не об этом. Речь о том, что интерес к ней активизировался в связи с возрождением Кирилла Афанасьевского монастыря, к которому теперь приписана Спасо-Пробоинская церковь, которая никогда не была монастырской, всегда была городской и приходской. То есть икона Спаса была святыней города, была святыней горожан. Она была святыней городской, приходской церкви Спасо-Пробоинской. Это вот сейчас. Она станет монастырской святыней, когда мы ее туда передадим, потому что этот храм теперь часть комплекса Кирилла Афанасьевского монастыря. Так, любопытно. А вот когда было принято решение отправить образ в Москву, в Государственный научно-исследовательский институт, где провели как раз-таки экспертизу, почему экспертиза длилась полгода? Это очень правильный вопрос. Памятник старый, памятник древний, памятник, который, к сожалению, много раз записывался, переписывался, изменял свой облик, что, собственно, и выяснилось в процессе реставрации. Но вначале надо было все-таки подтвердить его датировку. То есть, да, в музейных документах, в публикациях она опубликована как памятник конца XVI века. Но надо было очень точно, очень четко специалистами провести вот эту экспертизу. Вот они с ней и работали. Брали пробы, брали анализы, сравнивали, искали аналогии. И поэтому, да, это длительный процесс, но зато уж экспертиза теперь точно подтвердила. Да, конец XVI, начало XVII, сомнений нет. И я так понимаю, что икону еще и отреставрировали, правильно? Совершенно верно. А реставрация длилась? Около года. Около года. Хорошо, икона отреставрирована, экспертизы проведены, конец XVI века установили. Теперь она будет размещена в Кириллофанасьевском мужском монастыре. Какие условия должны быть созданы? Все-таки это икона, то есть мы все это прекрасно понимаем, это особые условия хранения. То есть, вот что будет сделано? Нужно сказать, что эти условия разработаны Министерством культуры Российской Федерации, и они, строго говоря, сходны с теми условиями, в которых пребывает наша древняя святыня, икона Богоматери Толкской, в Толкском монастыре. То есть это охрана, это сигнализация, это особый киот. И нужно сказать, что монастырь здесь все условия выполнил. И мы ожидаем, что условия хранения в монастыре, они будут вполне оптимальными для сохранения этой иконы. И я правильно понимаю, что также, собственно говоря, она будет и выставлена на обозрение, как вот у нас в Толкском монастыре. Ну, она будет храниться в киоте, в храме святителя Алексия Кирилла Афанасьевского монастыря. Конечно, и все желающие, верующие, неверующие к ней могут, естественно, прийти, припасть и помолиться, или поклониться. Тогда нужна дата. Соответственно, есть ли дата переноса непосредственно образа? Вы знаете, пока предварительно говорят, что это будет 4 ноября. То есть вот этот государственный праздник, он день иконы Казанской Богоматери. Ну и поскольку с XIX века икона считается связанной с эпохой смуты, то вот пока предварительно говорится о 4 ноября. Но при этом это остается фондовая вещь музея. Я правильно понимаю? Да, Наташа, совершенно верно. То есть икона остается в Государственном музейном фонде. Мы продолжаем за ней следить вместе с нашими реставраторами и теперь уже совместно с представителями монастыря. И теперь наша задача будет вместе ее хранить, чтобы она пережила нас и наших потомков. А как часто нужно будет производить некие процедуры для того, чтобы убедиться, что в этом специальном киоте с ней все хорошо? Возможно, какие-то еще у вас специальные процедуры, актирования? Расскажите нам эти секреты. Киот климатический, но строго говоря, традиционно принято так, что на время включения отопительного сезона и завершения отопительного сезона памятник осматривается. Считается, что это наиболее такие вот острые моменты и неплохо бы осматривать с реставраторами. Поэтому вот так вот приблизительно два раза в год. Но первый год раз в квартал у нас по договору с монастырем. Поэтому будем следить, будем смотреть. Виктория Викторовна, у меня к вам личный вопрос. Вот я сама никогда не держала в руках такую святыню. А что вы лично испытываете, когда берете в руки настоящее сокровище? Вы знаете, это замечательное чувство. Это чувство, конечно, приобщения к нашей истории, к нашей культуре, к нашей традиции. И, конечно, когда берешь икону вот эту древнюю, конечно, в перчатках обязательно, то ты понимаешь, насколько наша культура и история древняя. Насколько она интересная. Насколько она, на самом деле, малоизученная. И как это важно, вот все это сохранять, и как это важно все это беречь. Ну, а мы, соответственно, благодарны вашим рукам в перчатках, которые и вашему профессионализму за то, что эти реликвии доходят до нас, до наших детей, наших потомков. Большое спасибо. Спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня моей гостьей была Виктория Горшкова, заведующая отделом Древнерусского искусства Ярославского художественного музея, заслуженный работник культуры России. А вы смотрели программу на повестке дня. Наши эфиры в понедельник, вторник, среду и четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работала Наталья Пиунова. Через несколько минут начну подводить первые информационные итоги дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин